Несколько гектаров свободной земли в считанные дни превратились в мусорную свалку. Врушенные под завязку различными твердыми бытовыми отходами машины едут из областного центра. Согласно данным специалистов государственного коммунального предприятия Тазакала, услугами лжемусорного полигона пользуются компании, задолжавшие большие деньги основному полигону города. Такие компании, как ТО «Бегаслсервис» и «Орион Нофтьях». При начале любого строительства, тот, чья земля обязана оградиться, раз. Второе, он должен во избежание, чтобы полностью не рассыпался там мусор, дорога не была грязная, даже устраивать мойку для своих машин. И не пропускать и не делать вот таких вот действий. Понимаете? У нас здесь были чистые насыпи, песок и гравий, но вот этот мусор я не знаю, кто завез. Планирую на этой земле в будущем построить завод. При городском Акимате в срочном порядке была организована специальная комиссия. Виновным грозит наказание. Ну а в нашу редакцию обратились и жители улицы Алатау. По словам горожан, по их улице также организована мусорная свалка. Мы жаловались в Акимат и районной, и городской. Они сказали ей, чтобы Дельнас засыпала яму чистым песком или гравием. Но не бытовыми отходами. Из-за этих отходов в нашем районе стоит невыносимая вонь. Летом пожары, комары, дышать нечем. Наши дети от этого болеют. Летом сюда с цемзавода скинули какую-то пыль. Так мы все задыхались целую неделю. Разве так можно? И это центр города? В Шымкенте необходимо решить вопрос с твёрдыми бытовыми отходами. Как считают специалисты, если свалка в Актасе начнёт в полную силу принимать городской мусор, то полюгом будет переполнен уже за два года. Бахром Абдулайф, Эльдар Жанусканов, Николай Иванов, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Отрар».